Как и все советские люди, мы жили своими заботами и проблемами, выполняли порученную работу и не особенно вникали в происходившее там, наверху. Перестановки в ЦК и Совмине нас не затрагивали, даже и не интересовали. Был один член политбюро, вместо него другой, ну и бог с ними. Лишь по прошествии многих лет стали возникать вопросы. Как мог заурядный болтун Горбачев достичь высшей власти в стране, чтобы потом ее предать и отдать врагам на растерзание? Как самое устойчивое в мире экономика, обеспечивавшая всем гражданам СССР незыблемую уверенность в завтрашнем дне, вдруг покатилась вниз. Как грамотный, политически подкованный народ вручил свою судьбу проходимцам и мошенникам, состоящим в услужении у тех, кого всегда знал как подлых и жестоких противников. Вот уже третий десяток лет все эти вопросы не дают покоя миллионам и миллионам. У главных разведок мира существует проверенная методика достижения интересов своего государства. В державе, против которой они работают, выдвигают сотрудничающих с ними деятелей и убирают противоборствующих. Самый известный эпизод – это покушение на Ленина в 1918 году. Следующими их жертвами были Дзержинский и Киров. В 70-80-х годах политических фигур такого масштаба не просматривалось. Сбылось пророчество Сталина, произнесенное за два месяца до смерти. Кончилось время гениев, начинается время дураков. Тем проще стало передвигать фигуры на великой шахматной доске. Главными пешками, которые тонкими ходами неуклонно двигались в ферзи, являлись Андропов, а затем в параллель с ним Горбачев. Какие могущественные силы рассчитывали и осуществляли эти ходы, у меня нет даже догадок. Крестным отцом Андропова был его наставник еще со времен работы в Карелии Куусенин. Отто Вильгельмович – очень интересная фигура. В молодости он вращался на политическом олимпе Финляндии, водил дружбу с богатыми и влиятельными масонами. Девять лет был депутатом Сейма, шесть лет возглавлял социал-демократическую партию. Потом, согласно справочникам, на подпольной работе. С 1921 по 1943 год – один из руководителей Коминтерна. С 1941 года до самой кончины – член Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, а при Хрущеве – секретарь Центрального комитета КПСС. В 1939 был один неординарный эпизод, связанный с Советско-финской войной. Куусенин возглавил тогда созданное на случай нашей победы правительство Народной Финляндии. Как же его поносили на Западе? Везде, кроме Великобритании. А крупный английский политик Крипс, тот публично заступился. В ЦК КПСС Куусенин ведал международными вопросами. В том же 1957 году, когда Хрущев выдвинул его секретарем ЦК, Андропов с должности посла в Венгрии сразу стал заведующим подведомственным Куусенину отделом по связям с коммунистическими и рабочими партиями соцстран, а через пять лет секретарем ЦК. Отто Вильгельмович подготовил себе надежную смену. Британия высоко оценила его заслуги перед спецслужбами. По некоторым данным, секретным указом королевы он награжден высшим британским орденом. Получил рыцарское звание, а коллегами назван самым успешным агентом в их темной истории. Последняя жена Куусенина откровенно написала в своих мемуарах, его ведь в сущности мало интересовал Советский Союз. Строя свои тайные планы, он и не думал о благе России. Чем руководствовался Брежнев, назначая Андропова председателем КГБ, мы никогда не узнаем. По итогу, с 1967 по 1982 год крестник Куусенина находился на этом посту, а с 1973 года входил в состав Политбюро ЦК КПСС. Юрий Владимирович сумел приобрести сильное влияние на Брежнева, однако у большинства членов Политбюро, начиная с Косыгина, симпатий, мягко говоря, не вызывал. Его опорой были Громыко и Устинов. Именно эти трое и уговорили Брежнева вести советские войска в Афганистан. Люди, дошедшие до вершины политической власти, которой являлось Политбюро, казалось бы, прошли такой естественный отбор, что долгожительство им было вроде бы обеспечено. Об их здоровье неустанно заботилась кремлевская медицина. Но все совсем не так. Публицист Валерий Легостаев, работавший помощником Легачева, составил говорящий список череды смертей членов Политбюро, которые открыли сначала Андропову, а затем Горбачеву дорогу в Генсеке. В 1976 году уснул и не проснулся лично преданный Брежневу министр обороны Гречко. В 1978 году весьма перспективный Кулаков. Освободившееся место секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству по настойчивой рекомендации вышеупомянутой группы товарищей и примкнувшего к ним Суслова занял Горбачев. Александр Ильич Агранович прокомментировал это назначение словами. «Мы недавно сделали анализ эффективности вложений в сельское хозяйство. В Ставропольском крае она самая низкая». В 1980 году в странной автомобильной катастрофе погиб Петр Миронович Машеров, которого рассматривали как одного из возможных преемников Брежнева. И умер после не менее странного происшествия во время прогулки на байдарке Алексей Николаевич Косыгин. Рассказывая о рекордном по числу смертей среди руководства страны 1982 годе, одним перечислением не обойдешься. Тут тот самый случай, когда черт в деталях. 19 января вроде бы застрелился первый заместитель Андропова Цвигун. Причем при странных обстоятельствах, на кратком отрезке садовой дорожки от машины к даче, из которой охрана не выпустила к месту происшествия его жену. Кроме шофера из гаража КГБ, никто не видел момента самоубийства, а тело Цвигуна семье предъявили только на похоронах. Чазов писал, я хорошо знал Цвигуна и никогда не мог подумать, что этот сильный, волевой человек, прошедший большую жизненную школу, покончит самоубийством. В итоге Брежнев лишился очень важной подстраховки. Андропов был давно тяжело болен. Он понимал, что для прихода к руководству партией и страной, времени у него совсем немного. Но из КГБ в генсеки не попасть ни при каком раскладе. Для этого нужно хотя бы недолго поработать в аппарате ЦК. Соответствующая его плану должность была только одна, второго секретаря. Но ее занимал Суслов, отличавшийся аскетическим образом жизни и отменным здоровьем. Как пишет Легостаев, операция по его устранению разрабатывалась при непосредственном участии начальника всей кремлевской медицины Чазова, давно являвшегося личным агентом Андропова. Членом Политбюро, достигшим 70 лет, полагался зимой дополнительный двухнедельный отпуск. Михаил Андреевич провел его в люксе центральной клинической больницы. Его сын Револий Михайлович рассказывал о том, что там произошло в последний день перед выпиской. Суслова пришла навестить дочь. Он ей сказал, что чувствует себя хорошо. И завтра прямо из больницы поедет на работу. В это время лечащий врач принес ему какую-то таблетку. Михаил Андреевич был человеком сталинской школы, поэтому никаких таблеток в больнице никогда не принимал. Но врач так настаивал, упирая на намерение ехать на работу, что пришлось согласиться. Почти сразу же после приема лекарства Суслов сильно покраснел и сказал дочери, иди домой, что-то мне худо. Через несколько часов он умер. Это случилось через день после смерти Цвигуна. А еще через месяц врача, давшего роковую таблетку, нашли в петле в собственной квартире. Деталь многозначительная. Начальник охраны Сталина Хрусталев, пославший от его имени всех офицеров спать в роковую ночь 1 марта и полсуток не вызывавший медиков, тоже умер через месяц после смерти охраняемого. Фанни Каплан, которой одной приписали покушение на Ленина, не прожила и двух суток. После формального допроса ее застрелили и сожгли в керосиновой бочке на территории Кремля. Закон террористов, свидетелей не оставлять. Через 4 месяца после смерти Суслова, на ближайшем пленуме ЦК КПСС, вторым секретарем избрали Андропова. Случай в нашей послевоенной истории уникальный. Не только в главном ЦК, но и во всех республиканских, кроме Армении. Пост второго секретаря всегда занимали русские. Однако для еврея Андропова сделали исключение. На место Андропова, Брежнев назначил председателя КГБ Украины, Федорчука, известного своей жесткостью по отношению к обслуживаемому контингенту. Чтобы не говорили о позднем Брежневе, но он как уже очень опытный политик, вполне контролировал ситуацию и серьезно готовился к передаче власти. Перебирая возможные кандидатуры, Брежнев назвал и Андропова, но тут же отверг. Не годится. Жег себя на работе в КГБ. В конце концов, Леонид Ильич определился. По словам Капитонова, ведавшего в ЦК партийными кадрами, за месяц до уже назначенного пленума ЦК, генсек позвал его к себе и сказал, через месяц в этом кресле будет сидеть Щербицкий. Все назначения делай с учетом этого. Для себя Брежнев наметил создать должность председателя партии. Знал ли он о том, что по утверждению Роя Медведева, вокруг него существовала скрытая оппозиция в лице Андропова, Устинова и Горбачева. Какой же необдуманный шаг сделал тогда Леонид Ильич. Он, конечно, был в курсе того, что КГБ постоянно прослушивает всех членов политбюро. Наверняка обо всех заслуживающих внимания разговорах и даже репликах Андропов ему докладывал. Микрофоны были везде, даже в спальнях. Но что точно так же прослушивают и его самого, генсек не предполагал. Как и того, что пленум состоится гораздо раньше определенного им срока. И совсем не с той повесткой, которую утвердило политбюро. Брежнева давно мучила бессонница. За многие годы, он настолько привык пользоваться снотворными, что уже не мог без них обходиться. Всему его окружению было категорически запрещено потакать этой слабости Леонида Ильича. В крайних случаях он обращался к Юре, так и в глаза, и за глаза звал Андропова. Андропов был последним, с кем встречался Брежнев перед смертью. Как Берия со Сталиным. Что сделали эти два приближенных со своими шефами, мы тоже никогда не узнаем. Известны только результаты. Сталин получил тяжелый инсульт. Брежнев уснул и не проснулся. Фармакология, как видим, на месте не стоит. Накануне смерти и тот, и другой чувствовали себя нормально. Брежнев даже съездил в завидованно охоту и спокойно отстоял на мавзолее весь парад и демонстрацию 7 ноября. Всплыла одна странность. В ночь без пробуждения на Брежневской даче не было ни одного медицинского работника. Хотя до этого, куда бы он ни ехал, в кортеже следовала машина реанимации с полным штатом положенного для крайних случаев персонала. Медведев и в книге «Человек за спиной» и устно рассказал, как он вместе с дежурным сотрудником охраны безуспешно пытался делать Брежневу искусственное дыхание. Больше помочь было некому. Вскоре явился Чазов и засвидетельствовал смерть. Почему он не вызвал реанимационную бригаду, когда получил первое сообщение о случившемся? Неужели все знал заранее? Смерти Брежнева сопутствовало еще одно обстоятельство, о котором нигде ни слова. Его вдова Виктория Петровна рассказала, что первым тогда на дачу, буквально через 10-15 минут после первого звонка Медведева, приехал Андропов. Молча прошел в спальню, взял из сейфа брежневский кейс и также молча, не зайдя даже к Виктории Петровне, уехал. А потом прибыл вместе со всеми членами политбюро, будто здесь до того и не был. Это подтвердил и ее зять Чурбанов. Не профилактика или утечки информации такого рода, объясняется его арест и восьмилетнее заключение по нелепому обвинению. Члены семьи Брежнева не раз пытались дознаться у него о том, что хранится в таинственном кейсе. Леонид Ильич только отшучивался. Тут у меня компромат на членов политбюро. Как и положено, после похорон состоялся пленум ЦК КПСС для выбора нового генерального секретаря. Андропова избрали единогласно. Давайте зададимся вопросом, зачем смертельно больной Андропов так рвался к власти? Даже если и суждены ему были благие порывы, то свершить их было не суждено. Какие уж свершения, если половину генсековского срока пришлось провести в больнице, прикованном к аппаратуре искусственного диализа? Кроме облав в кино и ресторанах, период правления Юрия Владимировича ничем в памяти народа не запомнился. Немного для деятеля такого масштаба. Наверняка не для этого были затрачены усилия великих шахматистов. Тогда для чего? Ответ прост. Расставить на нужные места кадры, которым предстояло завершить смену власти в СССР. Кадр номер один. Легачев. Цитирую уже упоминавшиеся выше мемуары Гришина. Никто не принес партии столько вреда, сколько Легачев. Его руками Андропов, а затем Горбачев, заменили в составе ЦК и партийном аппарате, проверенную надежную гвардию партийных работников, бывшими директорами заводов и строителями. В книге «Загадка Горбачева» Егор Кузьмич приводит оценку Андроповым этой его деятельности. Вы для нас оказались находкой. Подчеркнем эти слова, для нас. Приведу еще одну цитату из книги. Юрий Владимирович планировал обновление социализма, понимая, что социализм нуждается в глубоких и качественных изменениях. Каких именно, нам наглядно потом показал Горбачев. Кадр номер два. Яковлев. Андропов вернул его в Москву из канадской посольской ссылки, куда тот был отправлен за антирусские выступления, дав должность директора Международного института Академии наук. Без всякого научного багажа. Но с дипломом о прохождении годичной стажировки в Колумбийском университете США. Из института Яковлев со скоростью кометы перескакивал с должности на должность. Заведующий отделом пропаганды ЦК, секретарь ЦК, член политбюро, серый кардинал. Кадр номер три. Горбачев. Именно при Андропове он возвысился из слабейшего по положению секретаря ЦК КПСС до одного из самых влиятельных. Он при больном Черненко заправлял всеми кадровыми делами, расставляя всюду своих сторонников. Именно Горбачев перетащил из Томска Легачева. Интересны детали этой операции. Такой должности прежде не существовало. Всю кадровую работу вел первый замзав этим отделом Николай Александрович Петровичев, пользовавшийся в партии заслуженным уважением. А его непосредственным руководителем был секретарь ЦК Капитонов, подчинявшийся в свою очередь второму секретарю ЦК Черненко. Решение по Легачеву, Андропов и Горбачев провели за один день, когда Черненко находился в отпуске. Ни с кем из членов политбюро его не согласовывая. Высший пилотаж. Одних новый тандем выдвигал, других задвигал. Осторожный Брежнев держал при Андропове в КГБ двух первых замов. Своих верных людей, Свигуна и Ценева. Безмерно предан ему был и министр внутренних дел Щелоков. Через месяц после смерти Брежнева Щелокова уволили. На его место перевели из КГБ Федорчука, выдвиженца Щербицкого. В 1984 году Щелоков вроде бы застрелился, дома из охотничьего ружья. В 1985 году уже при Горбачеве Ценева отправили в райскую группу, созданную для престарелых, высших военачальников. В КГБ брежневских кадров больше не осталось. После смерти Андропова, генсеком по предложению Устинова, был избран Черненко. Решение об этом обсуждали Громыко, Тихонов и сам Черненко. Фамилия Горбачева ими даже не упоминалось. Константин Устинович трезво оценивал свои возможности и очень не хотел этого. Коллеги по политбюро уговорили его, чтобы не пропустить к власти Горбачева, которого давно раскусили. Но какого преемника мог подготовить Черненко? Его окружали такие же старцы, как он сам. Человек помоложе и поэнергичней других, ленинградский первый секретарь Романов, был с подачи радио «Свобода» полностью дискредитирован в глазах народа. Из уст в уста передавалось, что он устроил свадьбу дочери в царском дворце, где перепившиеся гости разбили антикварный сервиз. Романов тогда потребовал опровержения в печати. Ведь свадьба проходила в столовой обкома, никаких сервизов не было, а сам он на ней даже не присутствовал. Гришин тоже был оболган. О нем, кристально честном и щепетильном человеке, распускали слухи один нелепее другого. Что он бросил семью, женился на Татьяне Дорониной, и теперь молодоженам ежедневно доставляют из елисеевского гастронома всякие бесплатные яства. Что он замаскированный еврей и покровительствует всем подпольным дельцам этой национальности. Жестоко расправились и с Устиновым. В конце 1984 года в Чехословакии проводились маневры войск Варшавского договора с участием министров обороны. По возвращении с маневров, один за другим с интервалом в несколько дней, поумирали главы военных ведомств ГДР, Венгрии, Чехословакии и СССР. Отчего умер Дмитрий Федорович, так никто и не объяснил. Чазов писал, что его смерть оставила много вопросов в отношении причин и характера заболевания. Есть чему поудивляться. Массовый теракт в отношении высокопоставленных руководителей четырех государств. И ни расследование, ни наказание террористов. Черненко умертвили с двух попыток. Летом 1983 года, еще при жизни Андропова, он был смертельно отравлен на отдыхе в Крыму. Вместо расследования придумали байку о недоброкачественной копченой ставриде. Но ели-то ее все, а пострадал почему-то только один Константин Устинович. Да так, что чудом не отдал Богу душу. Его и без того слабое здоровье было капитально подорвано. Он долго не мог восстановить работоспособность. Вскоре Чазов путем сильнейшего давления отправил Черненко для поправки на высокогорный курорт Кисловодск. Для больного, страдавшего инфиземой легких, это было похуже отравления. Через 10 дней его на носилках погрузили в самолет и срочно вернули в Москву. Какая уж тут работа. После второго медицинского покушения, Черненко изо всех сил старался взять в руки бразды правления. Его окружение тоже изо всех сил старалось показать, что он действует. По распоряжению первого помощника генсека Боголюбова, в Москве организовали инсценировку участия Константина Устиновича в голосовании на выборах в Верховный Совет. Но его дни были уже сочтены. Не дали ему никаких шансов, чтобы решить главную задачу, ради которой он взошел на высший пост. Черненко умер 10 марта 1985 года. В Москве в это время шла напряженная подковерная игра. В ней участвовали Примаков, Яковлев и сын Громыка. Главным действующим лицом был Легачев. Андрею Андреевичу пообещали пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. Если он предложит Политбюро избрать генсеком Горбачева. Никто из членов Политбюро, собранных для сообщения о смерти Черненко, не назвал его в качестве преемника. Ночью с предложением занять этот пост, некоторые из них обратились к Гришину. Но он отказался. А Громыка предложенную сделку принял. Утром он, не ожидая официального открытия заседания, встал и сделал то, чего от него ждали Горбачев и Легачев, и стоявшие за их спинами могущественные силы мирового масштаба. Проголосовали единогласно. То же произошло и на открывшемся двумя часами позже, пленуме ЦК КПСС. Так был подписан смертный приговор Советскому Союзу и партии, которая подняла страну из пепла, сделала великой державой, победила Гитлера, спасла Россию и все человечество. Все это я узнал лишь много лет спустя. А тогда, в апреле 85-го вместе со всеми радовался, что наконец-то на смену немощным старцам пришел полный сил человек, свободно говорящий с трибуны без бумажки, обещающий все обновить, улучшить и усовершенствовать. Наступило время больших надежд и больших ожиданий.